Можно было сделать гораздо быстрее, чем вот это, тоже без геометрии, чисто алгебраически, чтобы доказать, что натуральный ряд однократно покрыт, на самом деле можно сделать следующую штуку. Взять какое-нибудь натуральное число n и задать себе такой вопрос, сколько на свете в этих двух последовательностях существует чисел, не превосходящих n? Я утверждаю, что если таких чисел будет ровно n штук, то это в точности означает, что натуральный ряд однократно покрыт эти две последовательности. Объясняю, почему. Берешь, конечно, n единицу. В этих последовательностях одно число не превосходит единицу. Значит, единица есть ровно в одном месте, так? Потом берешь двойку. Если в этих последовательностях не больше, чем 2, ровно два числа, единица-то у нас уже есть, значит, двойка дошла? Итак, я хочу доказать такую лемму. Лемма, для любого натурального n ровно n чисел в вот этих вот двух последовательностях, не превосходящих n. И этот факт практически очевиден. Докажите, что фиксируя любое натуральное число n, если мы посмотрим на наши две последовательности и зададим вопрос, сколько в них чисел, не превосходящих n, то мы получим в качестве ответа ровно число n. Все поняли, что этого достаточно? Что этого на самом деле необходимо и достаточно? Здесь будет таких чисел, таких происходящих n, целая часть n плюс 1 делить на альфа. В верхней последовательности таких чисел будет целая часть n плюс 1 делить на альфа штук. Это правда, но только это надо народу объяснять. Ну, смотрите, мы можем вот это число на альфа. Так, вот это строго меньше, чем n плюс 1 делить на альфа. Значит, вот это строго меньше, чем n плюс 1. Да. А значит, целая часть будет не больше, чем n. Значит, целая часть будет не больше, чем n. Ну, только, Андрей, если честно, вы сложнее это объясняете, чем это можно сделать. Давайте, я могу это объяснить совсем просто. Просто у вас сейчас будет еще второе рассуждение, а почему, если прибавить 1, кто будет больше? Тут совсем все просто. Господа, чего мы хотим? Мы хотим узнать, сколько чисел в верхней последовательности целая часть не превосходит n. Ну, что означает, что целая часть числа альфа не больше n? Это означает, что само число меньше чего? Неправда. n плюс 1. А правда, что это означает, что k меньше, чем n плюс 1 делить на альфа? Ну, а k целое число? Значит, оно, это, для целого числа это ровно то же самое, что k не превосходит целую часть n плюс 1 делить на альфа. Согласны? Значит, не обязательно было вот это длинное обсуждение. Итак, тем не менее, факт верен. n плюс 1 делить на альфа, да? Это в верхней последовательности. А в нижней? n плюс 1 делить на бета. Надо доказать, что это равно n. Оп, чек, у. Это равно n. Просто n плюс 1 делить на альфа. Так, это правда. Без всяких целых частей. Потому что 1 альфа плюс 1 бетовая это единица. А дальше мы говорим, что дробные части, части вот этих двух чисел, дополняют друг друга до единицы. Потому что дробные части, во-первых, существуют, значит, их сумма больше нуля. А во-вторых, они меньше единицы. Вы поймите, у нас в правой части стоит целое число, так? Господа. Вот посмотрите внимательно. Вот здесь вот целое число, согласны? За счет чего происходит переход отсюда сюда и отсюда сюда? За счет отбрасывания дробных частей. Правильно? Дробная часть больше нуля и меньше единицы. Значит, сумма двух дробных частей больше нуля и меньше чего? Двух. Двух. Видно? Двух. Выстроенная она целая, потому что сумма двух чисел целая. Дошло? Значит, она равна единица. Значит, вот такая сумма на единицу меньше чем вот такая. И это ровно то, что надо было. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова